Для многих чемпионат по Counter-Strike Global Offensive в рамках ESL Expo Barcelona носит исключительно промежуточный или правильнее, наверное сказать, тренировочный характер. Просто потому, что список команд содержит в себе практически все приглашенные коллективы, за исключением двух хозяев ивента Existence и G-Bots, которые стали победителями так называемого мини-турнира внутри страны. ESL Expo Barcelona пройдет с 18 по 21 февраля, а организаторы уже успели огласить имена последних обладателей приглашений. Этими командами стали Astralis и X-Titan. Таким образом, состав участников выглядит следующим образом. Fnatic, Team NVA, Astralis, X-Titan, Vexit Gaming, Team Dignitas, Existence и G-Bots. Не спрашивайте, где Navi, NIP, Illuminosity Gaming и еще ряд команд, которые бы украсили этот ивент. Ответ на этот вопрос знают только организаторы и сами клубы. Как сообщает сайт Virtus.pro, общий призовой фонд турнира составит 75 тысяч долларов, как отмечает ESL, формат каталонского турнира будет таким же уникальным, как это было на IEM Gamescom в прошлом году. Следовательно, нас снова ожидает формат, где у каждой команды есть по три жизни, и каждое поражение стоит одной из них. При этом команда-победитель встречи определяет, с кем она хочет сыграть свой следующий матч. Побеждает тот коллектив, у которого останется хотя бы одна жизнь, в то время как у оппонентов не будет ни одной. Вот такая вот замысловатая система в очередной раз будет радовать фанатов профессиональных команд. Очередным анонсированным ивентом, о котором мы поговорим, станет еще одна дрим-серия, но только пройдет она в Швеции, а именно в городе Мальмио. Помимо Астралис и Фнатик, которые просто расхватывают все инвайты на европейские мировые турниры, появились еще две команды, которые просто обязаны присутствовать на мировых первенствах. Это Virtus.pro и NIP. Если ВП мы уже увидели на прошедшем чемпионате, то что касается ниндзи, то их послепраздничная форма неизвестно. Virtus.pro необходимо более внятно проводить свои матчи, ну а тем более, что практически все турниры в 2016 году будут иметь статус минимум европейских, поэтому расслабляться нет времени. Ну а шведы, надеюсь, порадуют своих фанатов, да и простых поклонников Counter-Strike хорошей игрой с новым игроком в составе. Сам турнир, как уже говорилось в более ранних новостях, состоится в апреле с 12 по 16 число. Всего на турнире будут сражаться 16 команд, 8 приглашенных и столько же прошедших отборочные. В самом Malmo команды сначала сыграют в групповую стадию, которая пройдет в студии Dreamhack, а плей-офф же, формат которого будет Single Elimination, пройдет в Malmo Arena. Призовой фонд составит стандартные для CSGO 250 тысяч долларов. Команда с большой историей, старый логотип в новой версии популярнейшего шутера Made in Brazil или просто Mibre, дорогие друзья. С большой долей вероятности мы снова увидим это название на чемпионатах мира и Европы. Mibre были одной из самых успешных бразильских организаций в течение 2000-х годов, когда команда по Counter-Strike была одной из лучших в мире и выиграла несколько международных турниров, в том числе ESVC 2006 года, Dreamhack Winter 2007, Gengyun 2008 и чемпионат AM3, который проходил в Америке. Однако в 2012 году организация прекратила свое существование, но спустя время в Facebook было опубликовано сообщение «Мы услышали призвание». Согласно докладу из teamplay.com.br, владелец бренда Mibre Паулу Вилозу будет пытаться восстановить организацию с полного нуля. Что из этого получится, мы узнаем совсем скоро. Много игроков, миллионы призовых, главное правильный подход. В завершении нашего выпуска, дорогие друзья, небольшая новость о большой игре. Во всяком случае, такое она кажется на первый взгляд. Более того, по ней проходит полноценное соревнование. Второй сезон Rocket League стартует уже в феврале. От первого сезона его будет отличать то, что при определении ранга игрока, игра будет оценивать серии побед и общее повышение навыков, а не индивидуальные победы и поражения. Кроме того, разработчики отказались от нескольких систем оценки, оставив только скилл рейтинг. Он вычисляется после первых десяти рейтинговых матчей, а после серии побед игроки попадают в один из 12 новых дивизионов. Наконец, количество игроков в дивизионах не будет ограничиваться, а потому каждый желающий может сразиться с лучшими командами. Rocket League это красочная аркада, сочетающая в себе футбол и гонки на мощных автомобилях. Игра уже вышла на ПК и PlayStation 4, а в феврале выйдет для Xbox One. В это же время игроки получат награды за первый сезон. На сегодня на все, дорогие друзья. Большое спасибо за внимание. Любите киберспорт. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok